В этих складских помещениях международного уровня будут хранить продовольственные и промышленные товары. Строительство объекта транспортно-логистической зоны началось еще в 2014 году и должны были завершить в прошлом. Из-за девальвации стройку пришлось заморозить. И вот теперь, за счет средств Банка развития, компания «Континентальный логистик Шимкент» склады достроит. Сумма займа составляет 11 миллиардов тенге. Общая стоимость проекта – 16 миллиардов. Финансирование со стороны Банка развития Казахстана представлено в рамках второй пятилетки государственной программы индустриально-инновационного развития. Здесь находятся склады уровня класса А, пятого поколения называется. Основные склады – это сухой склад, климатический склад и контейнерная площадка у нас есть. Ну и еще АБК – административный корпус. И основная здесь цель или как сухой склад – это народное потребление, которое находится, климатический склад – это для мясомолочных и овощей и фруктов в основном. Когда строительство транспортно-логистической зоны завершат, она будет выглядеть, как на этом макете. Общая площадь объекта составляет 92 гектара. На территории – возле аэропорта. Здесь, помимо складов, будут и административный корпус, терминал, зоны таможенного контроля, выставочный зал и гостиница. Функционал центра подразумевает возможность разгрузки автоматизированной сортировки брака, хранения грузов, их погрузки. Восемь проектов реализуются на сегодняшний день. Общая сумма вложенных инвестиций – где-то 24 миллиарда тенге. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса» выделены деньги на строительство инфраструктуры. Это энергоснабжение, водообеспечение, канализация. И главный вопрос здесь – железная дорога. Порядка 2 миллиардов тенге выделено на эти цели. И на сегодняшний день у нас целиком подстанция готова. Она на сегодняшний день обеспечит электроэнергией. Одна из особенностей, которая отличает строящийся объект от уже имеющихся в регионе – это наличие разных температурных режимов. Предприниматели сами могут регулировать температуру в арендуемых помещениях. Важно отметить, что пользоваться услугами центра сможет любой товаропроизводитель, в том числе и иностранный. Уже сегодня заинтересованность проявила компания «Кока-Кола». В целом, проект планируют достроить к 2019 году.